Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Блин, как убрать эту хрень? Эй, йо, пацаны! О, всем привет! Йо, присоединяемся все вместе! Так, чё, пацаны, иду, короче, домой, провожу трансляцию, как я иду домой. Вот так вот я иду, вот я иду, я люблю ходьбу. Так, чё батл такой хуёвый, какой батл, а, блядь, на красном прихожу. Какой батл, чуваки, вы о чём говорите? Вообще давно не видел хуёвых батл, в последнее время выходят только самые офигенные, самые крутые, зрелищные реально выступления настоящих батл МС. О, Харрисон, привет! А есть по курить, чё? Ладно, я шучу, Харрисон, мне ничего тебе не надо, ничего абсолютно. Гу вместе поговорим, а кто ты, о чём ты хочешь говорить? Теперь всегда батлы будут по пятницам выходить, да, по пятницам теперь, чуваки, ждите 140 bpm на ютубе, в вашем доме, смотрите новые выпуски, кайфуйте, выступление Скруджа на века. А, сейчас, секунду, карман. Ну, так, чё у нас, чё, как дела вообще, чуваки, чё делаете? Сегодня суббота, все должны развлекаться. Вот я иду, короче, домой, тусовать со своей женщиной, со своей собакой, со своей кошечкой. Заебись, Марул убил. Да, Марул отлично выступил, я считаю. Ну, и Никита Нолнейм тоже охуенно выступил. Хули батл на восемь минут. А, чуваки, ну, ладно, давайте я расскажу. Короче, набрали много чуваков, вот, там получилось 22 участника, больше всего на прошлом отборе, решили сделать более короткие раунды, чтобы не было духуя батлов, просто проводить за одно мероприятие семь батлов, и каждый будет по четыре выхода, это просто пиздец. Вот, так что, чуваки, потерпите, пожалуйста, сейчас вторая туса пройдёт, отберём восемь чуваков и начнём поставить схеме двигаться. Так, принимай. Превращаешь свои строки в волшебный поток из рейфа? Нет, что ты. Э-э-э-э, в отличие, сука, будем. Давай, вызывай меня на батл. Я ухожу из батлов, чуваки. Я больше не батл МС. Я тебе просто чувак, просто башляющий, просто челик. Эйзи, как насчет прогноза на батл Гоу Кила Димаста? Слушайте, я думаю, что это будет охуительный батл, очень зрелищный. Вот, такие прогнозы, как вам? Так, какой-то чел пишет лох. Бля, где здесь кнопка, чтобы проклянуть этого чела навсегда? Так, ненавижу тебя, ублюдок. Так, че там? Позовешь диктатора на 40 BPM Cup 2. В смысле, зачем? На мейн-эвентах, может быть, когда-нибудь Антон и выступит. Но это вряд ли на самом деле. Знаете, Антон, он серый MC, такой же, как все. Ничем не отличается от... Даже не буду перечислять эти имена, я их даже не помню. И про кого мы говорили, я тоже уже не помню. Так, че там? Даешь повод, чтобы жить, создав из них... Че? Че это? Какие-то вы цитаты кидаете? Я ничего не понимаю, чуваки, я не в теме. Давайте вы не будете говорить шутки, которые я не понимаю, чтобы я не выглядел глупо. Я должен выглядеть, как самый крутой. Ты куда направляешься сейчас? Йо, мэн, я иду домой. Эдик, ты мой кумир. Бля, спасибо. Чувак, если ты серьезно, то реально респект. А если ты надо мной прикалываешься, то, бля, гореть я в аду, дружище. Так, эти вайпхантеры... Бля, я не успеваю читать, на следующий вен, когда вы с чуваков отберете. Что? Я вообще не понял этого вопроса. А вот же генка хуяны выступили, наконец-то килл убил. В третьем раунде пиздац залетел. Это вопрос? Баттл вышел не очень. Какой баттл? О чем вы? По-моему, все баттлы охуяны. Здорово. Айрон возьмешь в сезон. Слушайте, Айрон вообще, че, как вам выступление Айрона? О, нихуя-то, что-то происходит. Так, сейчас, короче. Тут место убийства. Я пройду мимо, типа, незаметно. Слушайте, Айрон на самом деле охуенно выступил. Блин, извините, у меня экран разбит, и у меня на камеру, типа, осколки лезут. Поэтому иногда вот такие блики. Но это как эффект офигенный, типа. Короче, Айрон выступил, я считаю, очень хорошо. Выше среднего. Так вот. Просто не с чем сравнивать, потому что прошел только первый отбор, и должен быть второй отбор. Вы, наверное, наслышаны, что первый отбор был не очень. Ну, местами там были не очень выступления, но были и хорошие. Вы думаете, что вам нечего ожидать от ближайших выпусков? Но вы ошибаетесь. Там еще есть хорошие чуваки. Вот. Но вообще, да, все говорит о том, что, скорее всего, второй отбор будет чуть покруче. Вот. Так что я не могу пока сказать, что я бы с удовольствием взял Айрона. Вот. Но вдруг там чуваки будут вообще супер-мега охуенно зачитывать на второй тусе. Возможно, что Айрон нахуй пролетит вообще, да, со своим рэпом. Так. Оттос и без б тоже очень круто. Да, следующий баттл, ждите, будет очень крутой. Так. Киньста-хиста, дарол. Привет. Привет, ревал 086. Так, секундочку. Почему чуть? Второй должен быть охуенный. Ну да, я очень надеюсь на это, чуваки. Когда фит с Антоном Забе? Блядь, откуда ты узнал, что мы с ним реально совместку пишем? Чуваки, никому не говорите, короче. Да, в сентябре у нас с Антохой... Блядь, опять эти блики. Короче, с Антохой у нас вообще там супер-хит. С Антохой Забеем. Салам, брат. Салам алейкум, братишка. Е, Эдик, салют, салют. О, Баркалов Андрей. Эй, шишка, шишка. Луга, Е, бля, Петрович, иду домой, короче. С классикой. Если ты понимаешь, в чем я. Эдик Лох мне пишет. Ты очень крутой мне пишет. Чуваки, вы уже определитесь. Эдик, как тебе скруч на батле с Сайроном? Так, ну батл уже вышел, можно же уже высказываться, да? Короче, скруч, мне, мягко говоря, не понравилось его выступление. Я ждал большего. Вот. Много камней сейчас летит в сторону тех, кто выбирал этих ребят. Да, кто же это был? Ну, в общем, короче, чуваки, если вы думаете, что набрали какую-то хуйню, а кого-то там пиздатого не взяли, вы тоже поймите логику ребят, которые отбирали. Ну, знаете, эти ребята. Эти ребята просто не хотели набирать просто однообразных чуваков, которые просто круто читают. Хотелось что-то тоже особенное такое увидеть. Вот. У скруча была очень яркая заявка, я считаю. Достаточно угарная, вот, на стиле, то есть. Не обязательно быть крутым, чтобы прям пиздец люто тараторить, понимаете? Можно и медленно охуенно зачитывать. Вот. Но в данном случае, да, я от скруча. Я просто, понимаете, я фанат скруча был со времен там еще его батлов на слово «Юг», со времен его батлов у бассейна с кем-то. С кем-то там был у него батл. Блядь, опять эти блики. Вот. И чувак реально отличается, знаете, он из тех, кто умеет панчлайны придумывать. Ну, у него типа голова реально работает в этом направлении. Он может придумать крутую шутку, крутую строчку. Но что-то здесь он такого не показал и как-то и зачитал тоже так себе. Вот. Скруч, реально, прости, мне не понравилось. Но что я хотел сказать насчет того, что набирать однообразных чуваков, которые круто считают. Понимаете, без риска, короче, не будет и рисок. Или как это говорится. Типа я, ну не я, а тот, кто выбирал эту хуйню. Это же не я отбирал. Вы же понимаете, что я этим не занимаюсь. Я очень занятой человек. Вот. Тот, кто отбирал, он решил, ну, попробовать. Попробуем, получится, не получится. Это все равно отбор. Так, Эдуард, когда Сыслый фит? О, блядь. Вы что, знаете про все мои совместки ближайшие? Я реально держал в секрете. Я просто пишу релиз сейчас. Я думаю, что где-то в октябре он будет уже готов. И там, ну, будет около девяти треков. И все они фиты Сыслы и Забе, короче. Вот. Такая тема. Блядь, опять этот блик. Почему было два раунда? Да я уже объяснял выше, перемотай эту трансляцию, или потом посмотришь на рэп Перископ. Я уже все это объяснил, мэн. Я не собираюсь тут как попугай два раза повторять. Так, вылечу. Отборы будут раз в неделю. Да, правильно, отборы раз в неделю, бро. Вот, такие дела, чуваки. Так, что, короче, я уже почти дошел до дома. И я сейчас сверну в отбор, в темноту абсолютно. Если у вас есть какие-то важные прям вопросы, которые вот на душе лежат, не таите, выкладывайте прямо сейчас, чуваки. У вас осталось несколько секунд. Уже слышал дис на себя Забе? Что? Это же шутка. Мне кажется, если бы ты зарабатывал с Жарахом, был бы огонь. Да ты гонишь? Я бы его убрал. Я бы его отпиздил. Так, здорово из Кастаная. Здорово, бро. Здорово, Кастанай. Так, я сосал. Какую сосалка? Зачем сосать пенсию? Зачем? Да, чувак. Ты, походу, олдфак. Какие призы будут победителю? Деньги и известность. Какой у тебя рост без приколов? Бля, не могу без приколов чего-то. Так, будешь батли с Капрановым? Да, конечно, нет. Кто такой Капранов, реально? Так. Нет, он обиделся на то, что спас ее слуизональный раз в Сербео. В этом сезоне какой приз? Да, блин, написано же было там видос, типа, 200 тысяч. Да, блядь, я уже, пацаны, все сказал насчет Скруджа. Скрудж охуенно выступил. Прям супер пушка. Я вообще так охуенно никогда не видел. Кто будет судить второй сезон? Не знаю. Я еще об этом не думал. Я обычно с судьями договариваюсь за пару дней до туса. Вот такой обязательный организатор. Но вообще думал, что преимущественно должны судить Баттл МС, потому что в Баттле должны судить батлеры. Хотел чуваков с первого сезона позвать, чтобы там Го Килла, Ноу Нэм, Диктатор, Дима Шум. Чтобы такие чуваки судили, которые сами знают, что это такое, понимаете? Очень удобно, короче, взять типов, чтобы они воспитались на этой площадке, а потом они уже сами приходили и судили. Удачи в Баттл Рейпе, спасибо за 140. В жизни было лучше, пожелал бы удачи, бро. Какой твой первый баттл? С Халином Эмси. С Халином Эмси баттл первый, йоу. Какая команда понравилась на РНБ? Бля, команды мне не очень все понравились. Но мне очень понравился Шиш. Я считаю, что Дима Шиш самый лучший на рвать на битах в этом сезоне. Он вообще самый лучший, если его же глупо закопать. Очень тупо получилось, что Исл судил финал Кукиша, а теперь они в турнирке. Бля, бро, я если не ошибаюсь, там и Рома Тилс судил, так что вообще это не показатель, кто кого судит. Хорошо, спойлери. Да, конечно. Так, удачи в жизни. Брат, спасибо. Ладно, ребят, я, в принципе, пойду домой. К своей женщине, к своей собачке, к своей кошке. Всем спасибо, всех обнял, всех люблю, целую. Мяу.